Сейчас городские ковидные стационары испытывают нагрузку и готовятся к возможной вспышке коронавируса. Подготовлено свыше 6 тысяч коек, свыше 3 тысяч уже заняты. На ИВЛ находится 27 тяжелобольных пациентов. Это данные городского управления общественного здоровья. Сейчас в одной из инфекционных больниц работает наш корреспондент Дамир Анитов. Он готов поделиться увиденным. Дамир, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься и какая там обстановка? Дина, прямо сейчас я нахожусь в коридоре так называемой красной зоны. Атмосфера здесь тяжелая, я бы даже сказал давящая. Сейчас мы попробуем получить интервью пациентов, которые совсем недавно находились между жизнью и смертью. Однако при помощи врачей смогли побороть болезни. Предупреждаем заранее, им очень трудно говорить, поэтому не будем долго занимать их время. Пройдемте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Как ваше состояние? Сейчас более-менее было гораздо хуже. Думала, что не выживу. Спасибо докторам, выжила. Сегодня уже лучше. Хорошо. Как вы думаете, где вы могли подхватить болезнь? Я даже не знаю, где могла, хоть где. Ну, подхватила только по причине, что я не делала вакцинацию. Надо делать вакцинацию. 200 лет назад нам прививки делали. Племели, тоспа, все на заводах, на фабриках, везде нам делали прививки. В детсадах, в сколах. А теперь вдруг вакцинации нет. Если не делать вакцинацию, через 3-5 месяцев опять новый вирус придет. Опять будем болеть. Надо делать вакцинацию. Спасибо большое. Выздоравливайте. За стоянием всех врачи круглосуточно наблюдают врачи. Они буквально живут в инфекционной. Извиняюсь, скажите, пожалуйста, каково это работать в красной зоне? Людям интересно. Тяжело? Конечно, тяжело. А скажите, какие трудности? Во-первых, в этом ПЧК нам очень трудно отдышать. Мы ходим здесь по 6-7 часов. Но привыкли. Я уже здесь работаю год. То есть, все-таки, вот даже мне буквально час ношу и полтора часа, и мне ужасно жарко. То есть, вы уже привыкли к этому? Да, привыкли. Хорошо, спасибо большое. Удачи вам. По словам врачей, в инфекционную больницу ежедневно поступают десятки новых инфицированных. Пациентов в крайне тяжелом состоянии сразу же отправляют в реанимационную. Как вы видите на кадрах, это кадры красной зоны, сделанные всего полчаса назад. Как вы видите, пациенты с изможденными лицами подключены к ИВЛ. Так, следующее интервью. Алмаз, скажите, пожалуйста, наблюдается ли прирост инфицированных и сколько койко-мест развернуто? В нашей больнице на данный момент развернуто 500 койко, из них 50 койко реанимационных. Отмечается очень большой прирост, можно сказать, двое-трое обращаемости стало больше. На прошлой неделе, если скорая помощь к нам привозила пациентов в количестве 40-30 пациентов, сейчас это достигло до цифр 100 пациентов в день. Из них 80-85 мы госпитализируем. Хорошо, спасибо большое. Так, это были непростые полтора часа, как физически, так и морально. Скажу так, картины не для слабонервных, поэтому решайте сами ИВЛ или вакцинация. На этом у меня все. Дина. Дамир, спасибо за этот репортаж. Береги себя, пожалуйста. Продолжение следует...